Итак, даже у самого могущественного человека в мире 24 часа в сутках, чтобы сделать то, что ему нужно. У самого богатого человека в мире 3600 минут в одних сутках, чтобы заработать деньги. У самого образованного человека в мире 168 часов в неделю, чтобы учиться. У самого выдающегося спортсмена в мире 365 дней в году, чтобы тренироваться. А сколько времени у вас? Вы знаете, когда люди говорят мне «Грант, у меня просто не хватает времени, чтобы сделать все, что нужно». Я говорю «Да ну, послушай, это неправда, это не так. Мне известны некоторые отрасли и бизнесы, у которых сейчас спад на 30-40%. И мы предлагаем им вести программу, а кто-то им говорит «У нас нет на это времени». А я им «О чем ты говоришь, приятель? У тебя 30% потерь, а значит у тебя должно быть на 30% больше времени». Смотрите, я не верю в оправдание времени. Я недавно прочитал, что средний человек в США смотрит телевизор больше трех часов в день. Вы знаете, сколько это времени? 67500 минут. Вы понимаете, сколько телефонных звонков вы могли бы сделать за год? Если каждый звонок — три минуты, вы могли бы сделать 22500 телефонных звонков в год. Это 1875 дополнительных звонков в месяц или 75 в день. Если бы вы даже сделали только часть, вы бы попали в верхние полпроцента лучших продавцов вашей отрасли. Вы знаете, это на самом деле ложь. Л-О-Ж, мягкий знак. Ложь. Вы лжете, когда говорите, что у вас не хватает времени. Так что вы — все этичные, важные люди, кто говорит, «Я, вы понимаете, у меня, ну, я честный человек, я всегда говорю правду». Ну, вы себя обманываете, признайтесь честно, вы лжете, когда говорите, что у вас не хватает времени. Факт в том, что у вас столько же времени, что и у всех. Вы просто его неэффективно используете. Или, может быть, тратите не на те вещи. У нас у всех есть 24 часа, что составляет 8760 часов в год. У нас у всех. Но если вы не умеете ими пользоваться, то в этом-то и дело. А если вы не знаете, сколько существует времени, то это тоже препятствие. Я вас уверяю, что вы не решили, как использовать время, если вы даже не знаете, сколько его существует. Если вы согласны, что время — это деньги, слышали такую поговорку «время — деньги», тогда нужно вести учет времени. Но сколько у меня на самом деле времени в сутках, в неделях, в году? Сколько времени я смотрю телевизор, или трачу на бесполезные дела, или играю в компьютерные игры, или в карты, или трачу его на другие непродуктивные вещи? Смотрите, вам нужно вести время, учет своего времени и беречь его так, как вы бы берегли любую ценную вещь. «Недавно я ездил по делам. Надо было поехать выступить в Лас-Вегас. И когда мой водитель высадил меня в аэропорту, он спросил, «Грант, а ты знаешь, когда возвращаешься?» «Ну да, приятель, сразу же и возвращаюсь. Я проведу встречу и тут же примчусь обратно. А он на это, «Ну, а почему бы тебе не остаться на ночь?» А я ему, «Смотри, дружище, мне надо вернуться. Я могу заработать завтра утром у себя в офисе, понимаешь?» А я говорю, «Я лучше, знаешь, не буду тратить вечер в Вегасе, делая деньги для них, а вернусь, приеду в офис и, может быть, проведу огромную работу». Кто знает, «Может быть, когда я буду дома или в офисе, я закрою самую большую продажу в своей жизни. В казино в Вегасе я не могу этого сделать». А вот если я в командировке и, может, я хочу остаться на ночь и поужинать с клиентом, это другое дело. Понимаешь, дело в том, как пользоваться временем. Вот о чем речь. А водитель посмотрел на меня и говорит, «Знаешь что? Вот поэтому ты и находишься в жизни там, где ты есть, а я по-прежнему вожу машину». Время — деньги, друзья, если тратить его продуктивно. И время — деньги, когда вы ничего не делаете, потому что кто-то загребет деньги, когда вы лежите на кушетке, понимаете? Кто угодно может подняться на следующий уровень. Вопрос в том, как до него добраться, только разумно используя время и проведя учет времени. Сколько у меня есть? А затем выясните, чем я заменю эту бесполезную деятельность и как превращу это в полезную. Поэтому я хочу, чтобы вы вынесли из этого раздела вот что. Сколько у вас есть времени и на что вы его тратите? И, может, подумайте о том, чтобы начать вести учет времени. Поймите и осознайте, где, как и когда и на что вы его тратите. И сколько тратите впустую.